Сегодня будет доклад на тему технологии практики численного межскважного моделирования или спросскважного моделирования в упрощенном солвере, в динамическом нашем ПО-полигон, который на самом деле повторяет функционалы возможностей ПО Сапфир или Топат, точнее оба Сапфир и Топат фирмы Капп Энжиниринг. Ну и сначала хочу рассказать про те сложности, которые могут быть решены с помощью данной технологии. Если у нас имеется уменьшение добычи межскважин, которое превосходит наши ожидания, либо рост обводненности быстрее, чем мы ожидаем, то можно провести дополнительные исследования и выяснить, в чем причина этих событий. Или если мы организуем систему поддержания плоского давления, а отклик месторождения на организации плоского давления опять не такой, как мы ожидали. Можно разобраться, какие плоского давления у нас проблемные, а какие работают штатно. И если у нас неясная геология, например, у нас имеются разломы низкомплитудные, но непонятно, они проводящие или не проводящие. Или, может быть, наоборот, у них есть упиряющие пищеноватые, а не высокопроводящие, то тоже наш анализ межскважных исследований может быть использован для оценки этих фрагомов. Ну и чтобы получить вот эти переходные характеристики для межскважного численного моделирования, надо сначала выполнить мультискважное репроспективное тестирование. И результатами такой процедуры будет восстановлена история плоского давления, восстановлена история пищеноватых продуктивности, межскважная, количественная оценка межскважной интерференции и вообще наличие и соответствия с общением междускважинами по пласту, и дренируемый скважин объем и форма этой области дренирования, причем очищенная от результатов интерференции с ближайшими скважинами. Выполняться такой анализ будет на основе исходных данных по истории дебита и обвозненности и собольного давления по центральной скважине исследования с помощью технологии межскважины дебита и инвалидовации. Это особый математический алгоритм, который способен независимо оценить друг от друга влияние работы партии скважного окружения на нашу тестовую складу. Давайте я попробую это рассказать на примере конкретного месторождения межпользователя. Это структура с размером небольшая, разбурена пятью скважинами, одна вертикальная, две горизонтальных коробки с горизонтальным стволом и две горизонтальных коробки с горизонтальным стволом. Это одно из месторождений в Юго-Восточной Азии, шельфовое, средняя глубина залегания 1400 метров, средняя эффективная нитка на 117 футов, средняя проницаемость 450 гидорсий и пористая 78%. Месторождение находится на начальной стадии, где-то за два года пробыли эти пять скважин. И уже у нас наблюдается снижение добычи, наблюдается рост газового фактора, наблюдается снижение пластового давления. И вот эти черные линии – это их амплитудные разломы. И ясно, что они как-то препятствуют фильтрации, потому что иначе при такой проницаемости очень четко была бы видна интерференция прямо глазами для всяких дополнительных данных. Но при этом такого не наблюдается, но при этом все равно отсутствует представление полностью или эти разломы изолирующие, или они частично изолирующие, а между ними все равно есть окна, по которым происходит сообщение. И таким образом непонятно была расчлененность данного линии. И цели были исследования – определить вот эту расчлененность, где эти разломы, проводящие их, где нет, и прогнозировать темпопадение пластового давления, связанное с этим темпопадением добычи. Для этого была выбрана в качестве тестовой скважины вот эта полки 1, по середине залежа. И для нее, для этой тестовой скважины, нужно было выполнить следующие задачи. Установить историю пластового давления, подготовить прогноз пластового давления в ее области дренирования, если все остальные скважины, и она сама будет работать в текущем режиме эксплуатации. Установить историю коэффициента продуктивности по этой тестовой скважины. Оценить влияние снижения пластового давления, ну так определить, насколько оно снизилось. И оценить влияние его снижения на коэффициент продуктивности этой скважины и добычи этой скважины. Оценить кинфактор, гидропроводность этой скважины в область, в которой она дренирует. И, так как она горизонтальная, оценить работающую длину сквола этой скважины и проницаемых пластов в ее области дренирования. Количественно восстановить историю межскважинной интерференции, каждой из соседних скважин с тестовой скважиной. Оценить гидропроводность, среднюю гидропроводность межскважинного пространства между этой скважиной и соседней скважиной, по которой происходит интерференция. И выявить скважин с перетоками, если они есть, или, точнее, подозрительные скважины на наличие перетока в данной области. Здесь показаны исходные данные, которые при этом применяются. То есть вот наша тестовая скважина КУП-1. В зеленом это пересчитанные в забойные условия суммарный дебет этих скважины. Всех пас, пересчитанные в забойные условия. Желтым это газовый фактор скважины. И все, там воды не было. Если бы была вода, то бы мы бы анализировали историю обводненности. И история работы окружающих скважин. То есть вот тут видно, что первые запустили скважину. Это прямо с самого начала разработки месторождения, там, до 16-го года. Первые запустили скважину ОУП-4. И она работает с небольшим снижением дебита. Дальше запустили скважину ОУП-2. Сначала на Малин, потом на Большом. Скважину я сантонирую. Потом запустили нашу скважину. И в начале 18-го года запустили скважины ОУП-5 и ОУП-3. Причем под скважином ОУП-2 и ОУП-1 в середине 18-го года снизили добычу из-за разгазирования большого количества газа. И какие результаты мы смогли получить. Мы восстановили историю пластового давления. Вот она показана в коричневой линии. Начальное давление было 1680 PSI. А текущее значение на 1453. То есть снижение достаточно существенное. И депрессия тут также показана деленным. Когда вот у нас был большой штуцер, у нас было почти параллельное снижение забойного пластового давления при постоянной депрессии. А когда мы ее зашлифировали, у нас депрессия снизилась в два раза. И из-за этого делится в два раза. То есть здесь на самом деле никаких мы не увидели неожиданностей. Могли бы быть периоды, в которых инфаркт существенно вырастал. Или настолько много начинало дренироваться газа, что за счет двухлазного потока в влажной зоне суммарный дебет начинал снижаться. Вот здесь у нас суммарный дебет был пропорционален. А, следующий будет снижение продуктивности. Здесь у нас суммарный дебет был пропорционален депрессии. И общий снижение продуктивности в забойных условиях для всех пластов он сохранялся постоянно. Но на самом деле в связи с постепенным ростом газового фактора у нас продуктивность для жителей немножечко снижала, а газа возрастала. И поэтому суммарный он сохранялся постоянно. Но достаточно часто я видел в влажной вот такой легкой нефти при начальном пластовом давлении, близком к давлению на тещение, когда у нас интегральная продуктивность начинала падать за счет двухпазного потока в около скваженной зоне. Дальше мы подготовили прогноз пластового давления. В предположении, что все скважины будут работать с тем дебетом, который был на момент окончания исследования нашего. И здесь из-за того, что у нас помимо того, что наша OP1 заштуцирована, еще вот эта скважина, еще и вот в этой скважине меньше дебет тоже был в конце, чем в основном периоде ее работы. И поэтому темп снижения пластового давления стал существенно меньше на прогнозе, чем по фактору. Дальше для разных значений пластового давления мы восстановили индикаторные диаграммы. То есть по Y у нас дебет, по X давление, забольное и пластовое. И мы видим, что у нас при, по мере, вот, цвет, это пластовое давление, по мере снижения пластового давления у нас одновременно происходило снижение забойного давления. И в результате сейчас у нас скважина добывает 1000 баррелей в сутки при первоначальном дебете 3,5. И кажется, что у нас падение на самом деле чуть больше, чем в 3 раза. Но когда вот построишь такие графики пластового давления, индикаторные диаграммы, то мы видим, что за счет снижения пластового давления, если бы при текущих значениях забойного давления эксплуатировалась скважина, при поддержании пластового давления и в том, что давление равно начальному, то у нас дебет был бы не 3,5, а 7,5. И такой инструмент позволяет оценить, а какой у нас размер приза может быть, если мы организуем систему поддержания пластового давления на данном участке и вернем давление к первоначальному. В этом случае у нас плажины без каких-то дополнительных геологотехнических мероприятий смогут увеличить добычу и сущую продуктивность намного больше, чем просто историческое падение вебеса жидкости. То есть в данном случае 7 раз. Дальше. Одно из ключевых понятий в данном рассказе это переходная характеристика. Собственно, то, с чем мы будем делать межскважинное геозодинамическое моделирование. Вот в процессе мультискважинной деконволюции решением вот этого механизма математического алгоритма будет построение полного набора переходных характеристик. Что это такое? Это то, как у нас будет меняться забойное давление, если скважина будет запущена в работу с постоянным дебетом, равным 1 метод кубических суток. Это здесь нарисовано черным пунктиром. Вот такая линия. Вот эта. И она будет получена как для работы скважины самой тестовой, так и как будет меняться давление вот в этой тестовой скважине при работе каждой из скважин окружения с дебетом 1 кубический метр в сутки. И длительность этих кривых будет равна длительности всей истории наблюдения за дебетом и забойным давлением. Таким образом, мы получаем такую идеальную ГДИ, которая настолько длительная, что мы можем оценить все геологические свойства пласта, что у нас происходит в дальней зоне на большом расстоянии от скважин. Плюс, так как у меня влияние в каждой из скважин оседних выделяется отдельно, но каждая эта переходная характеристика очищена от интерференции в ближайшем окружении и может нам говорить о геологических особенностях или влиянии второго ряда в квадратном среде. Вот здесь второго ряда не было, и это именно геология. И что мы можем? Эта переходная характеристика, она может быть построена в характеристическом двойном логарифмическом масштабе, как который используется при интерфейсе в логарифме времени с логарифмом давления и производная этой переходной характеристики показана вот другим черным фунтфирм. И они могут быть проинтерпретированы средствами стандартных гидридномических исследований. И какие мы видим в режиме течения? Сначала после приток, потом линейный режим течения к славу скважины, потом подний сергорадиальный режим и режим истощения. Это означает, что у нас нет артизного атрифера, который поддерживал выдавление. И по положению радиального режима течения мы можем рассчитать проникаемость в текущую фазу, с учетом опыта и пересчитать абсолютно проникаемость, используя ее причисленное моделирование. По длительности линейного режима течения, зная проникаемость, можем определить работающую длину ствола. И вот здесь, на удивление, почти вся пробуренная длина по колесу 140 метров работала 320. На самом деле, это редкий случай. Обычно от 40 до 70% пробуренной длины на самом деле работает. И по началу режима истощения мы можем оценить тренируемую площадь и их площади с учетом толщины и кори по сути считать тренируемый объем который тренируется вот в наших склажинах. Дальше мы можем получить количество, свернуть межсклажные переходные с их режимом работы, с их историей работы и восстановить количественную историю влияния склажины. Значит, и здесь вот мы видим, что влияют только две склажины. Ну, она сама зеленая и две другие склажины, третья и вторая. А остальные две склажины вообще не влияют. Так у них дебет не менялся. Нету скоррелированных изменений забойного давления нашей тестовой склажины. Это значит, что вот эти две склажины они отечественны каким-то непроводящим разломом. А вот эти две склажины влияют и за время их работы это снизило давление на 70-летие сайт, а это на 112. То есть мы можем количественно определить, оценить их в меру интерференции. И межсклажные переходные характеристики также могут быть проинтерпретированы с определением гидропроводности, средней гидропроводности в межсклажном пространстве. Вот это одна из переходных характеристик межсклажных показана, как мы ее интерпретировали. И вот по ним определяется гидропроводность межсклажного пространства. Вот это между этими склажными и этими движениями, а это вокруг нашей пространства. И вот наш набор односклажных и межсклажных переходных характеристик может быть воспроизведен в численной модели. Мы можем туда задать наши склажины, задать поля изменения порть, толщины, пористости, пронесаемости, наличие геологических границ и менять их так, чтобы у нас воспроизвелась наша переходная характеристика. Что в этой было сделано? Была создана модель, создана интерференция, как если бы все эти отломы были проводящие. Оказалось, что нет, интерференция у нас существенно меньше, чем если бы они были все проводящие. И тогда на основе этих геологических разломов были сделаны следующие предположения, что этот так расположенный разлом является полностью изолирующим и отсекает от этих дверс плажин. И здесь этот разлом тоже изолирующий, плюс наш вклад распространяется в водоносную область. то есть хоть и аквифера нет, чтобы он прям поддерживал пластовое давление, несмотря на выплате отбора, но если я бы вот здесь провел границу просто по нефинностной части, у меня давление падало гораздо быстрее. И чтобы воспроизвести фактическую переходную характеристику, нужно было увеличить объем. и таким образом мы можем оценить весь объем область тренирования. Ну и вот в этом и заключается собственно численное взгляд. Мы можем уточнить положение разломов, их проводимость, чтобы воспроизвести и межслажную интерференцию, и однослажную переходную характеристику. и дальше эта модель может быть использована для прогноза добычи. Наверное, сейчас самое время начать отвечать на вопросы. Коллеги, да, чтобы задать вопросы, внизу у вас на линеечке приложений есть участники кнопка. На нее нажмите, пожалуйста, и там будет поднять руку. Как только вы это сделаете, я увижу того, кто хочет задать вопрос, и включу микрофон. Можете в чате написать, а можете в голову. Либо, да, Данил Николаевич тут и мне в личном, и в общем чате написали. поступил вопрос, насколько точным является прогноз запасов. Да, значит, два ответа. С одной стороны, если исследование было достаточно длительным, так вот здесь, когда мы уже длительное время видим истощение, то прогноз объемов, он получается очень достоверным. С другой стороны, мы нам все равно, ну не все равно, на самом деле, там выжимаем экстазное, но напрямую только по такому методу определить, что это за запасы, нефть или вода, мы не можем. Вот здесь у меня часть запасов это нефть, а часть запасов это вода. я просто подобрал такой объем, который производит темп изменения давления фактически, который есть, который привел к такому поведению переходной характеристики. Если бы исследование было короткое, и у меня бутылка еще не упала, было бы не 100 тысяч часов, а всего лишь 800, то я бы уже видел какой-то загиб наверх, но я бы не был уверен в точности оценки этих запасов. Но вот здесь исследование достаточно длительно, чтобы я мог это оценить. И в отличие от GDI, в котором невозможно заставить сплазну работать с постоянным дебетом, и просто GDI, у меня была бы такая сильно шумная тревая, которая к тому же у меня бы речь менялась за счет того, что эти две сплажины вносит по электронной конференции. Вот. Мне было бы гораздо сложнее. А вот с этой переходной характеристикой, которая очищена от влияния движущих сплажин, идеально ровно, мне гораздо проще надежно оценить эти тренированные объемы, чем просто GDI, ЛПГДИ. Спасибо большое, Данил Николаевич, за доклад и за ответ на вопрос. Тут мне еще в личный чат написали вопросы, позвольте озвучить. Первый вопрос. В чем отличие XPM от обычного численного 2D-моделирования? Ну вот немножко я уже начал отвечать, давайте поточнее скажу. Можно было вот такой же численной модели создать секторную модель, расположить прогломы и задать фактическую историю работы этих плажин и менять тоже положение этих разломов, чтобы воспроизвести динамику фактических забойных давлений и дебетов. Но, во-первых, эта задача бы решалась существенно дольше за счет того, что здесь у меня все плажины работают с дебетом 1 метр в сутки кублически. А так задавал бы фактические дебеты. И сама картина двойного логарифмического анализа была бы менее четкой. И количественно разделить влияние одно от другое я бы тоже не мог. Я бы знал, что вместе они влияют настолько, что у меня давление на стойкость. Я бы мог взять в одну и сделать влияние больше, другое меньше, и у меня была бы неоднозначна. Если это все добывающие плажины, может это не критично, а если бы у меня допустим одно скважину вещественной сильнее влияла, чем другая, и я выбирал какую мне скважину перевозить по ФД, то я бы выбрать неверную скважину. Я бы заложил, что они влияют одинаково в численной модели обычной, и одну из них выбрал для перевода в ФД. А потом бы оказалось, что она влияет существенно больше за счет лучшей гидроинвической связи в этом направлении, или плохого охвата по высоте, между двумя скважинами и у меня бы тогда эта скважина обводнила сразу же мою тестовую. А если я анализирую межскважинные переходные характеристики, то я могу количественно воспроизвести эти влияния и избежать такой ошибки выбрать правильную скважину для перевоза в ФД. Или может быть несколько правильных скважин. Спасибо большое, Данил Николаевич. И вот у нас уже время подходит к концу. Буквально последний вопрос, который поступил. Какие ограничения у технологии XPM есть? Буквально вкратце. Как у любой технологии у нас имеют ограничения. В частности, когда у меня много разных разломов, есть некоторая субъективность в том, чтобы выбрать какие из них как мне провести. Я точно что учил, что вот эти две скважины не влияют. И вот я взял и провел вот здесь разлом. А на самом деле, может быть, это не этот, а вот этот разлом является непроводящим. И тогда у меня запасов будет больше, а вот это будет меньше дренирования, чтобы произвести тот же темп изменения давления. Поэтому ключевой задачей, чтобы это успешно было в расплажной моделировании пластовое, нам надо учитывать всю геологическую информацию, какая доступна, и желательно прямо тесно сотрудничать с геологом, который знает хорошо этот объект, чтобы получить наше представление, которое производит фактическое изменение давления при наших переходных характеристиках, соответствовало геологическим представлениям, потому что ясно, что эта задача сама по себе, если ее просто выделить отдельно в вакуум, она решается неоднозначно, и требуется совместное усилие всех инженеров в команде, чтобы подобрать ту геологическую модель, которая больше всего соответствует геологическому строению заключаемого объекта.